Это Тулу. Вот что наводнение сделало здесь. Можно посмотреть, что творится. Эти кадры снял Сергей Волков, член общественной палаты, несколько дней назад. Практически весь город находится в разрушенном состоянии. Ощущение, что здесь прошла война. Некоторые дома до сих пор затоплены. Десятки тысяч людей остались без жилья. 22 человека погибли. Частные дома топило под крышу. Вода спала, но теперь частный сектор непригоден для жилья. Большинство людей в Тулуне до сих пор без света. Со всей страны в Иркутскую область везут гуманитарную помощь, но ее не хватает. Самая необходимая сейчас питьевая вода. Воду запустили только техническую, именно с Тулуне. Водозабор очищают, пытаются все реанимировать, но воды не хватает. Гуманитарная помощь идет, конечно, но ее тоже не хватает. Людям требует самое необходимое. Это постельное белье, полотенце, матрасы, потому что многие живут на крышах, продолжают там охранять, ну, хоть какое-то имущество, которое осталось. В Красноярске организованы десятки пунктов приема гуманитарной помощи. Они находятся в каждом районе. Это один из них. Порошки, мыло. Порошки, мыло. Постельное белье, одеяло, вещи, детские игрушки, продукты питания, строительные инструменты. Это малая часть того, что приносят люди. Этот небольшой пункт организовали красноярские волонтеры совместно с краевым отделением Красного Креста. Помощь волонтеры собирали неделю. Уже завтра они поедут в Тулунский район, в один из пострадавших населенных пунктов, и передадут помощь людям лично в руки. Мы сейчас с руководителем оперативной группы связались, и нам укажут, какой это будет населенный пункт. И вот в том населенном пункте будет передаваться гуманитарная помощь, и волонтеры будут помогать местному населению по мере возможности. Много гуманитарной помощи уже отправили в Иркутскую область. Красноярские байкеры собрали целый контейнер 20 тоник продуктов, воды, вещей и отвезли в Нижнеудинск. Это не первый опыт для них. До этого уже отвозили помощь на Шира пять лет назад, когда там полыхали сильные пожары. Александр Шестаков рассказывает, в Нижнеудинске обстановка не такая тяжелая, как в Тулуне. Там обстановка достаточно, ну, не то что спокойная, но не очень напряженная. А вот дальше в Тулуне, у меня там друзья были вчера, все-таки настроение у людей напряженное очень сильно, можно сказать даже упадническое, потому что многие потеряли жилые дома, там, квартиры. И как был жить, они дальше не понимают, потому что впереди все-таки у нас зима, это достаточно быстро наступит, и вот для решения этих проблем времени очень много. В Тулуне работает оценочная комиссия, которая усматривает дома и определяет ущерб. После этого людям начнут выплачивать компенсации. Пострадавшим уже выдали единовременное пособие по 10 тысяч рублей. Такие же пособия получают пострадавшие после наводнения в Канске. Списки направлены в наше краевое учреждение Центр социальных выплат, и уже вчера вечером по 92 заявлениям, то есть в отношении 92 граждан, уже началось перечисление средств адресной материальной помощи на счета граждан. И ее размер, предельный размер, то есть до 10 тысяч рублей на человека, но он определяется как раз комиссией, которая работает на месте.